Доброго времени суток, дорогие зрители! Сегодня я поделюсь с вами моим, так сказать, ежедневным осенним образом и некоторыми советами, которые использую каждый день. Начинать мой макияж совсем не типично, а именно с того, что я надеваю линзы. Для тех, кто не знал, да, я ношу линзы каждый день и у меня близорукость. Затем я оформляю свои брови. Но сейчас я хочу показать, как именно я их крашу в домашних условиях, потому что многие спрашивали меня, как я это делаю. Я использую краску Estelle в двух оттенках, черным и коричневым. В комплекте сразу же идет растворитель, его нужно добавлять совсем немного. Все это смешивается в любой таре. И на самом деле в комплекте тоже идет маленький контейнер для этого, который я успешно потеряла. Не пугайтесь, цвет, который вы видите сейчас и который вы будете видеть еще на бровях, это не конечный результат. Он может быть вообще фиолетовым или зеленым. Главное, что в конце, когда вы сотрете, вы получите нужный вам цвет. Всю эту консистенцию вы наносите на свои брови. И если ошибетесь, не переживайте, она стирается обычной жидкостью на снятие макияжа, ватной палочкой. И теперь о том, сколько по времени держать краску. На самом деле в инструкции написано, что достаточно минут 5-7. Но я не знаю, почему мне этого вообще недостаточно. Я держу около 30 минут и только тогда получаю мой нужный цвет. Когда придет время, очень хорошо стирайте ватным диском и жидкостью на снятие макияжа. Вот такие брови получились у меня. Я их совсем немного корректирую тенями темно-коричневого цвета. Итак, переходим к пудре. Я уже рассказывала вам о своей любимой пудре, которая у меня уже на протяжении года. Я всегда покупаю только ее. Чтобы слой был не очень плотным, я наношу ее не спонжером, а кистью. Мои скулы, как ни странно, выделяют не какие-нибудь консилеры, корректоры, а обычные тени. Но они правда очень классные, естественно подчеркивают скулы. И кстати, этим же цветом я и рисую себе брови, и выделяю вкладку век. Теперь переходим к самому сложному. Стрелки я рисую подводкой фломастером. Мне это намного удобнее, нежели рисовать жидкой подводкой. Чаще всего я рисую просто тонкие стрелки. Но это не всегда зависит от меня, потому что я такая же типичная девушка, у которой раз на раз не приходится. То это идеальные стрелки, то панда. Иногда рисую их всего за 5 минут, а иногда это дело может затянуться вообще на все утро. Сейчас я кажусь вам немного странной. Все потому, что на ресницах нет туши. Эта часть макияжа вроде бы самая легкая, но для меня самая долгая. Дело в том, что мои ресницы настолько светлые, что чтобы их подчеркнуть, но не переборщить, приходится очень долго и аккуратно наносить тушь в несколько слоев. Иначе мои глаза просто кажутся странными. И вот такой макияж глаз у меня получился. Дальше переходим к волосам. Они у меня только-только высушены. И да, кто-то у меня спрашивал, как я сушу волосы феном или естественным путем. Так вот, фена у меня в жизни вообще никогда не было. Из чего следует, что я им не пользуюсь. Я просто их вытираю полотенцем, расчесываю деревянную расческу время от времени и их жду. И после душа мои волосы выглядят как минимум странно, так как сверху они кажутся вроде прямыми, гладкими, но внутри они как просто барашек. И поэтому я их иногда выпрямляю сразу после помывки, когда я их высушу. Но так как я делаю для вас видео, я решила не просто выпрямить волосы, а показать, какая укладка мне больше всего нравится. Я выпрямляю прядь, но под конец я как бы подкручиваю ее и довожу до конца. Получается такая маленькая фигулечка. И так я повторяю со всеми волосами. Еще один способ, как уже завить почти целую прядь, от начала до конца, с помощью утюжка, это начать закручивать утюжок в самом начале пряди и вести ее до конца. Получается вот такой красивый локон. Я их не брызгаю лаком, если делаю такую укладку в повседневной жизни, просто слегка расчесываю и все. Смотрела на себя, смотрела и поняла, что забыла накрасить губы. Недавно я купила очень красивую помаду в Диваж. Она прям такая осенняя-осенняя, классного цвета. И сначала я, конечно, наношу карандаш по контуру губ, по верхнему, по нижнему, потом заполняю карандашом все мои губы. И только сверху наношу помаду. Ну вот и все. В принципе, я показала вам, так сказать, мой осенний образ. Если вам видео понравилось или оказалось, может быть, даже полезным, я жду от вас пальцев вверх и подписки на канал. Заглядывайте также в описание. Целую. Пока-пока.